Еще одна страна решила внести свою лепту в возрождение Великого Шелкового Пути. На территории Международного Центра Приграничного Сотрудничества Харгос открылся торговый павильон с товарами белорусских производителей. Это пока первый магазин, который откроет партнерам дорогу в Западный Китай. Здесь представлена продукция 20 ведущих предприятий. Однако уже определена стратегия налаживания выгодных экономических отношений Республики Беларусь с Поднебесной, в которых основная роль отводится именно Казахстаном. С подробностями Гульнар Жантасова. Чем же выгодно участие Республики Беларусь в развитии Центра Международного Приграничного Сотрудничества Харгос и какие выгоды принесет налаживание экономических связей с Казахстаном и Китаем? Оказалось, открытие торгового павильона с продукцией белорусских государственных предприятий это только первая ласточка и начало далеко идущих перспектив. Это в своем роде изучение спроса китайских потребителей на тот или иной продукт, произведенный в нашей стране. Маркетинговый ход – это первый шаг, это изучение спроса, за которым должны последовать более серьезные инвестиции с белорусской стороны и создание совместных производств с Казахстаном для того, чтобы уже тот товар, который интересен Китаю, поставлять в значительных объемах. Для Казахстана участие стран-содружества в возрождении Великого Шелкового Пути, привлечении крупных инвестиций в Семереченский регион. Сейчас на Харгосе налажена вся необходимая инфраструктура, строится производство. Это огромная выгода. Здесь именно открывается выход на огромный рынок китайский. Сейчас вот Россия, например, они строят павильон России, обращаются сюда узбеки и другие страны-содружества. На территории индустриальной зоны логистического центра они будут строиться. И в перспективе здесь в целом будет создано свыше 10 тысяч рабочих мест. Пока в белорусском дьюти-фри представлена продукция 20 крупных предприятий. Единственное, по словам партнеров, пока нет возможности поставлять мясо и колбасные изделия, поскольку сам Китай еще не определился с регламентом сертификации. Сейчас из Беларуси в Поднебесную товары поставляются в основном морским путем за 60 дней. По суше через Казахстан он сократится максимум до 15. Гульнар Жантасова, Олжазвый Бусынов, Хабар, 24, Алматинская область.